так вопрос такой был объяснима ли зависть к ревизорам еще можно так сказать кажется что человек нереальный просто необычный кажется что у него все что ему нужно получается раздражает и восхищает вместе мне кажется тут речь больше не про ревизию а про обычную человеческую зависть кому бы то ни было вот поэтому сложно сказать про гнойного уже было в первой части да ну запись будет эфир начали чуть позже вот и что еще поэтому не всегда вообще-то зависть даже наблюдается потому что то что зависть якобы должна быть к ревизору это скорее миф из старой соционики и не обязательно что ревизор будет вас восхищать это будет человек который вам причинять дискомфорт как минимум вот и человек который может неплохо так вас выбивать из колеи неплохо может ставить вас какие-то положения в которых вы будете чувствовать неловко и почему-то вам не будет находиться аргументов чтобы как-то ему противостоять то есть вот такое может быть некое психологическое давление может быть либо просто человек напрягает одним своим присутствием либо даже вы с человеком неплохо в целом общаетесь но устаете от него, то есть так может тоже ревизия проявляться. Да, то есть не обязательно вы будете ему завидовать. А завидовать можно кому угодно, то есть если у вас присутствует такая штука, как зависть, нужно просто прорабатывать себе это. Ну или опять же, если вы встречаете какого-то там успешного, классного, прикольного человека, ну, большинство на него посмотрит, вздохнет и подумает, блин, какой он классный, то есть в этом ничего нет, это даже не совсем зависть. Многие подумают, блин, какой он классный, сволочь. Ну, шука. Вот, мне кажется, это более распространено. Да, не забывайте, что интертипные отношения, они существуют на уровне типов, то есть это очень четкая и очень определенная прослойка или уровень, в котором складываются взаимодействия людей. Но они не описывают взаимодействие людей полностью, потому что личностные, психологические, там, психосовские, какие угодно другие, они никуда не деваются. И люди очень разные, очень многогранные существа, и они взаимодействуют разными гранями, не только вот этими вот интертипными. Не нужно объяснять типом всего человека, интертипными все взаимодействие с людьми. Ну, и тут в продолжении темы спрашивают, как ужиться с родителем-конфликтером или ревизором. Соционика в этом плане говорит очень такую толковую вещь. Ну, вот Рина Рус говорит, что уехать, например. Если не ошибаюсь, это та самая Рина, которая из Санкт-Петербурга. Вот, если это та Рина, то большой привет. Вот, а ужиться с конфликтером очень сложно, и тут все решается дистанцией. С ревизором, кстати, проще ужиться, чем с конфликтером. Там есть хоть какой-то шанс, это, конечно, будет тяжело, но там соседняя квадра, есть общие ценности, можно как-то... То есть здесь нужно найти дистанцию с ревизором. С конфликтером эта дистанция должна быть максимально большая. Максимально большая, желательно в километрах измеряемая. То есть соционика показывает, что не во всех случаях можно с человеком ужиться или договориться или еще что-то. То есть вот есть изначально вот эта заданность, наш тип психологический, который так или иначе остается сильным фактором, который будет мешать в общении, его взаимодействии, он будет напрягать, и он никуда не девается, даже если вы к человеку относитесь ну, прям со всей душой, и вы хотите наладить, и даже, может быть, он тоже хочет наладить чего-то там, но это будет получаться с такими огромными усилиями, что вот почему-то вот так. Но в случае с ревизором и конфликтерами лучше налаживать на какой-то дистанции, на каком-то расстоянии, это будет проще, и действительно можно поддерживать вполне себе какие-то приятные отношения, приятные взаимодействия с людьми. Но дистанция прям очень важная штука. Вот, и вообще с любым человеком можно найти оптимальную дистанцию. С некоторым пару тысяч километров, и все хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!